Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 28 апреля, и с вами Нина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Александра, Василиса, Анастасия, Андрея, Виктора, Саввы. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. В этот день Святая Церковь совершает память святого мученика Саввы Готовского. В Готовской стороне было суровое гонение на христиан. Некий туземский князь пришел в село, где жил сие благочестивый Савва, и спросил жителей, есть ли в их селе христиане. Они, с клятвой, заверили его, что нет ни одного. Тогда Савва встал перед князем и народом и сказал, «Пусть никто не зарекается за меня, я христианин». Князь, увидев его нищему, убогим, отпустил с миром, говоря, «От этого не может быть ни вреда, ни пользы». Но на следующий год, накануне Святой Пасхи, пришел в это село некий священник Сапсал и отпраздновал Светлую Пасху вместе с Саввой. Узнав об этом, язычники внезапно вторглись в жилище Саввы, начали беспощадно избивать его палками. После этого Савву на гимн влекли по тернию, и, наконец, привязав их обоих вместе со священником к дереву, предлагали им есть мясо от идольских жертв. Но божьи люди, помятуя апостольские слова, отказались вкушать от нечистых дьявольских приношений. В конце концов, князь приговорил Савву к смерти и передал его воинам. Исполненный радости, Савва пошел на место казни, хваля Господа. Увидев в нем доброго человека, воины хотели дорогой его отпустить, но Савва весьма печалился об этом и сказал воинам, что они обязаны выполнить княжеский приказ. Тогда воины привели его к реке, повесили ему камень на шею и бросили в воду. Его тело было выброшено на берег. Впоследствии в правлении царя Валента, греческий воевода Иуний, сражаясь с готами, обрел тело Саввы и перенес его в Каппадокию. Святой Савва пострадал в возрасте 30 лет в 372 году. Вот уже две недели, дорогие мои, празднуем Светлое Христово Воскресенье по празднству Пасхи. И хочется поделиться с вами такими наблюдениями и как-то дать себе напоминание, чтобы в следующий раз, если даст Бог, доживем, как-то заранее наш народ, прихожан подготовить к правильному переживанию святых дней, светлых седмицы, поскольку все-таки в основном в народе преобладает послопокаянный настрой, когда мы мобилизуем свои силы, время для преодоления Великого Поста, особенно дней Страстной Седмицы. Кто-то предусмотрительно на это время берет отпуск. И храмы, они наполнены людьми, молящимися, и причастников много, и пришедших сострадать Христу. Но вот пришла Пасха, ворвалась в нашу жизнь радостным, светлым ликованием в Воскресенье Христовом. И хочется надеяться тихой, мирной радостью в сердца. Пасху отпраздновали, и светлая неделя, когда все семь дней, как один, одна и та же служба пасхальная, одни и те же песнопения, тот же ритм, та же радость, та же сила праздника. А храмы стоят пустыми, а народу в храмах нет. И как-то получается так, что мы с вами цель со средством перепутали. Ведь цель — это Пасха, это светлое Христово Воскресенье, это радость, это тихое веяние ветерка благодати Божией в душах. А у нас получается все напряжение на пост, и мы карабкаемся, карабкаемся вверх, к вершине, залезли, и потом на ледянку, и вниз со свистом, и слетели. И поэтому так часто встречаешь у людей впечатление, что вроде вот постное состояние души, оно как-то и ближе, и спокойнее. И некоторые даже каким-то образом боятся наступления праздника, потому что снимаются ограничения, и человек остается на волю волн своих страстей, привычек. И вот эта радость духовная, радость о Духе Святом, она как-то быстро заедается, запивается, забалтывается, заслушивается и засматривается всякой ерундой. И душа вновь возвращается в какое-то суетное беспокойство. И так из года в год переживаешь вот это разенство состояний. Каждый раз думаешь, ну вот в следующий год надо как-то предупредить и народ Божий, и поднастроить, чтобы светлая неделя, она была... Неделей питания души на весь грядущий год. Чтобы эта радость пасхальная, она не заканчивалась понедельником или вторником Светлой Седмицы, и даже воскресением антипасхой о Фоме, а продолжалась до следующей Пасхи, и укреплялась из воскресения в воскресение, и церковными богослужениями, и причастием. Вот чего нам не хватает в Дни Светлой Седмицы — это регулярного причастия. И опытные духовники советуют хотя бы три раза в течение Светлой Седмицы поготовиться побывать у Святой Чаши, а чтобы душа наполнялась ощущением праздника, молитвы, песнопений и самым главным соединением с Христом. Конечно, условия подготовки, они очень снисходительны в эти святые дни, для тех, кто в течение Великого Поста и трудился, и постился, и каялся, и причащался. Светлая Неделя, она в смысле Поста проходит по облегченному варианту. Ну а те, кто только-только начинает еще свой путь в Церкви, для них эти дни могут быть такой настройкой души в пасхальных песнопениях и молитвах для дальнейшей духовной жизни. И дай Бог, дорогие мои, чтобы мы жили и радовались, чтобы для нас слова святого преподобного батюшки Серафима, который все время переживал Пасху, и каждого приходящего приветствовал радость моя Христос Воскресе, потому что для него это было радостью непрерывной. И каждый приходящий был радостью во Христе. У нас-то, конечно, все очень по-другому, и мы больше умеем печалиться о грехах, чем радоваться о спасении, о Христе, о надежде вечной жизни и совоскресении с Ним. И все это во многом зависит и от нашей неблагодарности, и от смещения акцентов даже в духовной, церковной жизни. И вот дай Бог, чтобы мы научились и плакать с плачущими, и самое главное — радоваться с радующимися. Потому что настоящий друг, друг Христов, он познается именно в радости. Но об этом мы с вами поговорим в следующей передаче. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok